Раскидистые рощи, скрывающие в зарослях ужасных саблезубых тварей. Лесные озера, заселённые существами размером с быка. Тихие заводирек, таящие в мутных водах монстров пострашнее крокодилов. Сегодня наша с тобой машина времени держит курс на пермский период, завершающий этап палеозойской эры. Каково придётся современному человеку в реалиях далёкой эпохи, как отреагирует его организм на климатические условия тех времён и каких врагов ему следует опасаться? Всё это сейчас мы с тобой и узнаем. Ставь лайк и пора отправляться в путь. Итак, яркая вспышка синего света и наша чудо-машина переносит нас с тобой на 270 миллионов лет назад. Первое, что бросается в глаза — климат. Со времён каменоугольного периода стал куда более сухим и прохладным, весьма напоминающим современный. Но несмотря на это, кислородную маску достать всё же придётся, уровень кислорода в воздухе поднимался аж до 35% против сегодняшних 21%, а затем упал до минимума в 15%. Содержание же углекислого газа достигло отметки в 0,3%, что почти в 10 раз превышает допустимую норму. Дышать худо-бедно можно, но при такой высокой концентрации СО2 у человека в считанные часы разовьётся гиперкапния — интоксикация, сопровождающаяся головной болью, спутанностью сознания и в отдельных случаях — обмороком. Прибавь к этому кислородную недостаточность и всякие сомнения в использовании старой доброй кислородной маски у тебя отпадут. Оглядевшись вокруг, ты заметишь, как преобразился рельеф со времён Карбона. Именно в Пермском периоде завершается формирование суперконтинента Пангея. Множественные тектонические смещения провоцируют бурную вулканическую деятельность и порождают целые горные системы, такие как Уральские и Апалачевские хребты, а также приводят к значительному повышению уровня континентальной поверхности. Никогда ещё на Земле не было столь обширных пространств суши, и никогда до этого климат не был столь суровым. Интересно, что похолодание затронуло в большей степени средние и экваториальные широты, в то время как приполярные области остались жаркими и довольно влажными. Путешественнику, рискнувшему на исследование пермского мира, следует запастись плотной и тёплой одеждой. Кстати, странное название этого периода «Пермский» дал ему английский учёный Родерик Мерчисон, который совместно с французским геологом Эдуардом де Верней впервые обнаружил пласты этой системы в Пермской губернии Российской империи. Не укроются от внимательного взгляда исследователей изменения в растительном мире. Леса из гигантских кардоидов и папоротников исчезают с большей части суши. Им на смену приходит глаз аптериговый, окаменевшими листьями которых изобилуют слои пермских отложений. Ближе к середине Перми появляются саговники и гинковые. Этим представителям доисторической флоры не так сильно нужна вода для переноса и прорастания семени, как их каменоугольным предшественникам. Но по-прежнему эти зелёные гиганты совершенно бесполезны для нас с тобой в гастрономическом отношении, а питаться как не крутить чем-то-то надо. Поэтому достанем акваланг и заглянем в поисках съестной добычи на морское дно. Со времён каменоугольного периода воды Пермских морей сильно убавили в количестве разнообразие видов представителей животного мира. Великое Пермское вымирание – самое массовое вымирание в истории, разразившееся около 250 миллионов лет назад, которое стёрло с лица земли 90% всех живых организмов, из которых 70% видов наземных позвоночных. Даже знаменитое мелпалеогеновое вымирание, уничтожившее величественных динозавров, не было столь глобальным по своим масштабам. Водная фауна пострадала наиболее жестоко – около 96% морских существ канули в лету. Гибли целые классы животных, такие как, например, трилобиты, но в середине Пермского периода их всё ещё можно встретить в прозрачных морских водах, пусть и в небольших количествах. Куда реже стали встречаться фораминиферы, губки и кораллы. Иглокожие же в Перме достигают пика своего разнообразия – 13 классов против 11 карбоновых и 5 нынешних. Но и они понесут колоссальные потери с окончанием Палеозойской эры. Зато появились первые настоящие двустворчатые моллюски – родичи современных мидий. Эти существа приспособились к жизни в слое донных осадков, взрываясь выл при помощи специального мускульного органа ноги. Некоторые виды научились передвигаться, резко схлопывая свои раковины и выталкивая себя тем самым вперёд, как это делают современные гребешки. Мысль о запечённых в сливочном соусе устрицах вполне способна смотивировать на поимку десятка другого их далёких предков. Благо, выловить их не составит тебе особого труда. Однако охотясь за безобидными моллюсками, нужно быть начеку. По-прежнему хозяинами морей являются хрящевые рыбы, на их долю приходится около 6% всех пермских родов. Среди них встречаются настоящие гиганты, такие как Геликоприон, представители Евгения Донтов, доисторических псевдоакул, достигающих длины в 12 метров. Крайне странное устройство челюстей, представляющих собой закрученную спираль из полутора сотен острых зубов, до сих пор заставляет палеонтологов ломать голову о назначении такого хитроумного аппарата. Возможно, что с его помощью Геликоприон успешно охотился на аммонитов, взламывая их раковины. Но не исключено, что им же он мог словно сахой выпахивать скопление моллюсков из морского дна. Как бы то ни было, появление на горизонте акулы таких габаритов, вряд ли поспособствует продуктивному и размеренному сбору моллюсков для вечерней трапезы. А потому, собрав дюжину-другую, поспешим откланяться и отправиться на исследование суши. Несмотря на неблагоприятные изменения климатических условий, амфибии в Перми продолжают процветать и даже прибавляют свое многообразие. На долю земноводных в середине пермского периода приходится аж 69% всех родов позвоночных. Все также правят балом лабиринтодонты, нередко поражающие путешественника своими фантастическими размерами. Помимо привычных еще со времен карбона трехметровых лягушек и риопсов, крупные водохранилища заселяются еще более грозными хищниками, великанами Прионозухами. С первого взгляда Прионозух напоминает современного гавиала, но не стоит обманываться, перед нами амфибия из группы темноспондилов. Огромные размеры этого существа до 6 метров, а по некоторым оценкам и до 9 делает Прионозуха одним из крупнейших представителей класса земноводных за всю историю. Лишь триасовые мастодонзавры могут на равных потягаться размерами с этими исполинами. Несмотря на слабые конечности, указывающие на постоянное пребывание в воде и явную предрасположенность к питанию рыбой, нам с тобой следует держаться от этого великана на безопасном расстоянии. Помимо громадных амфибий, воды пермских озер и рек заселяются и более скромными в размерах, но не менее интересными для исследователей хищниками, таких как мезозавры, древнейших из известных рептилий, возвратившихся к водному образу жизни. Они вырастали до 1 метра в длину и внешним видом напоминали молодых крокодилов. Мезозавры являются одним из доказательств теории континентального дрейфа, поскольку их останки регулярно обнаруживаются в Южной Америке и на юге Африки, а пересекать морские просторы эти пресноводные существа были не в состоянии. Здесь же на берегу реки путешественнику повстречаются и другие удивительные создания, целые стада безобидных неповоротливых ящеров, ведущих мирный образ жизни, напоминающих поведением современных коров на выпасе. Это скутозавры – парарептилии склада пареозавров, длиной до 3 метров и массой до 1000 килограмм. Впервые их описал известный русский палеонтолог Владимир Прохорович Амалицкий, изучавший крупнейшие пермские отложения на берегу Малой Северной Двины. Многочисленные костяные щитки астаодермы, находящиеся в кожном покрове скутозавров, защищали этих растительноядных существ от нападений хищников. Но они были бы совершенно бесполезны против точного выстрела из охотничьей винтовки крупного калибра. Имеет и соответствующее оружие и полное отсутствие какого бы то ни было милосердия к этим замечательным животным, одним выстрелом можно было бы обеспечить себе полноценное трехразовое питание на месяц вперед. А вот еще одни необычные создания – эндотеодоны, представители клада и дицинодонтов, только-только начинающие свой эволюционный путь в пермском периоде. Дицинодонты, несмотря на свой рептилий облик, по физиологии куда ближе к млекопитающим, нежели к присмыкающимся, а потому их и относят к так называемым синапсидам – зверообразным ящерам. Эндотеодоны достигали двух-двух с половиной метров в длину и веса в 400 килограмм. По всей видимости, были всеядными существами на вроде современных свиней. Выраженные клыки, характерные для всех дицинодонтов и позднее преобразившихся у некоторых видов некое подобие бивней, у эндотеодонтов отсутствовали. Вместо них челюсти этих грузных неповоротливых существ были усеяны примитивными коническими зубами, удивительно напоминающих по строению зубы плотоядных. Как и скутозавры, эндотеодоны могли бы послужить для путешественника неплохим источником мяса. Но лицензии на нарезное оружие у тебя нет, а транспортировка ящика патронов с пороховым зарядом сквозь пространственно-временной континуум может закончиться весьма печально. Выходом может стать мощный охотничий арбалет, но нужно быть крайне осторожным. Разъяренный раненый эндотеодон весом в несколько центнеров, несущийся на тебя с арбалетным болтом, торчащим в боку, вполне может стать последним, что ты увидишь в этой бренной жизни. И уж совершенно точно не стоило бы использовать подобное оружие против хищников пермского периода. Среди них особо выделяются диметродоны, ставшие своего рода венцом эволюции сфенокодонтов, отдельного семейства синопсид, обладающих своеобразными костными наростами вдоль позвоночного столба. Конкретно у диметродона эти наросты превратились в огромный парус, пронизанный сетью кровеносных сосудов и, возможно, выполняющий функцию терморегулятора. Тем не менее, существуют и другие версии действительного назначения этого странного образования. Он мог также использоваться в брачных играх или же служить настоящим парусом при маневрах ящера в ходе рыбной ловли. Несмотря на кажущуюся неповоротливость, диметродоны вполне могли совершать короткие, но чрезвычайно быстрые броски на добычу. И хотя основной их пищей являлась рыба да небольшие рептилии земноводные, связываться с четырехметровым зубастым ящером нам с тобой явно не с руки. Но даже зубастые диметродоны покажутся тебе милыми и безобидными зверушками в сравнении с настоящим сверххищником пермской эпохи. Ужасная иностранцевия. Крупнейший представитель горганопсов, хищных зверообразных синопсид. Это первый саблезубый хищник в истории, длина найденных черепов крупнейших экземпляров достигала до 60 сантиметров, а общая длина тела доходила до 3,5 метра. 15-сантиметровые клыки и мощные агрессивные линии тела явно говорят о том, что перед нами крайне опасная тварь. Благодаря развитым конечностям, особенно передним, звероящер был вполне способен совершать скоростные спринты и смертоносные прыжки. Основной добычей для горганопсов являлись кутозавры и дицинодонты. Исследования показали, что челюсти этих монстров могли раскрываться под углом, близком к развернутому, что позволяло с легкостью мерчлять иностранцевиям добычу, многократно превосходящую саму в размерах. Позже в Кайнозое подобный метод убийства возьмут на вооружение саблезубые кошки из рода смелодон. Крупнейшие экземпляры иностранцевий были найдены на берегах Северной Двины все тем же Амалицким. Однако на территории Южной Африки находят останки родственного иностранцевии хищника – рубиджея, по габаритам сравнимой с северодминскими экземплярами иностранцевий. Не стоит и упоминать о том, что случайная встреча путешественника с подобной тварью где-нибудь в саговниковых зарослях несомненно обернулась бы для незадачливого исследователя мгновенной смертью. Еще один колоритный обитатель Пермского периода, очное знакомство с которым явно не сулило бы тебе ничего хорошего – гигант Антеозавр, обитавший 270 миллионов лет назад в зарослях по берегам южноафриканских водоемов. Его уральский родственник Титанофанеус в размерах ничуть не уступал своему африканскому собрату. Считается, что основной рацион этих созданий составляла рыба и другие водные позвоночные. Однако, принимая во внимание их длину, доходящую до 6 метров и массу в 500-600 килограмм, можно с уверенностью предположить, что они могли успешно нападать и на куда более крупных животных, таких как скутозавры и трехметровые растительноядные мосхопсы. Про жалких двухногих вроде нас с тобой и говорить нечего. 70-сантиметровые челюсти Антеозавра с легкостью перекусят тело человека пополам точно и вовый прутик. Но переведем дух от встреч с ужасными саблезубыми ящерами. И перед тем, как войти в камеру управления машиной времени и покинуть пермские равнины, на минутку взглянем себе под ноги. Здесь, в микромире, 295 миллионов лет назад произошло значительное событие. Появились жестокрылые насекомые или, попросту говоря, жуки. Первые представители этого отряда, чекардокалииды, не превышали 10 миллиметров длину и отличались своеобразным строением надкрыльев. Несколько позже к концу перми возникают более совершенные архостематы, большая часть которых эволюционировала и благополучно дожила до наших дней. Отдельно стоит упомянуть ручейников и скорпионец. В 2020 году палеонтологическая экспедиция в районе река Сылва, протекающей в Пермской области, обнаружила множество ископаемых ручейников семейства протомиропедая, в кишечниках которых была найдена пыльца. Это значит, что первые насекомые опылители появились 280 миллионов лет назад, а не 160, как полагали ранее. Жаль, только у тебя не получится сколотить на скорую руку пяток ульев, да уплетать за обе щеки сладкий мед. Ручейники не пчелы, семей не создают и сот не строят. Зато точно у тебя получится поставить лайк и написать свой комментарий под этим видео. И да, если все же рискнешь когда-нибудь отправиться в пермский период, помни о саблезубой твари, притаившейся и высматривающей очередную добычу в зарослях неподалеку.